Дорогие друзья, мне было приятно, в возможность и честь приветствовать вас от имени института гибернетики. Того самого института, где когда-то, более чем 90 лет назад, была создана первая континентарная юридическая машина в Моресе. Вот руководство, как раз, Академия Великого, имя которого эта олимпиада открывалась. И одновременно института, которым руководил в течение многих лет Виктор Михайлович Мужков, известная Академия Краснодара гибернетики. Между гибернетикой и инфоматикой сегодня выясняются отношения. Гибернетик начинался с вычислительной техники, это будет. Поэтому очень приятно, что все присутствующие занимаются делом, которому принадлежит будущее. Сегодня информатива стала система, организующая наукой. Информационные технологии проникли мы все, хай-тек, которые мы только можем себе представить. Это говорит о том, что информатива прошла такой, гибернетика прошла такой большой путь и оставила при этом еще огромный потенциал впереди. Трудно представить себе будущее без современной вычислительной техники, информационной технологии, компьютеров, планшетов и всех тех средств, которыми вы пользуетесь в году и в жизни. Я хотел бы сказать еще и то, что сегодня проблемы, которые стоят перед современной информатикой, они выходят за рамки традиционных наук. Потому что информатика, как я сказал, организующая наук, поэтому она носит трансдисциплинарный характер. И эта трансдисциплинарность требует от нее таких средств и методов, которые позволят бы решать задачи глобального типа. Те, которые на самом деле апеллируют в научной картине мира. Я имею в виду не просто междисциплинарность, а реално, безмежно между собой, а именно научные картинные меры, как модели. Сегодня никакой другой модели не могут предложить, кроме форматно-анталогической компьютерной модели. То есть форматно-анталогия это основа сегодня, которая выполняет главную функцию концентрализации научной теории и спецификации. Поэтому именно аналогические системы, готовые управляемые системы, сегодня позволяют строить сети и системы с архитектурой сервисной, сервисной архитектурой. То есть программированный традиционный перевод, отсюда и до сюда, собственно, это парадигма сервисной архитектуры. И она традиционно развивается. Она развивается в направлении создания, так называемых, сетей знаний, или вывода будущего. Поэтому, наверное, эта дорога никогда не кончается, потому что знание, единое системы знаний, наверное, проходит перманентно и никогда не заканчивается. Так как на русской ноте открывалась кондеренция и аноношный международный характер, я позволю себе процедировать известную эту известную стихотворение, которое мне очень нравится. Я не буду управлять вас в фильме «Звекворение», который я вам очень нравится. Но идея главности в том, что сомнения должны быть человеком. Но это сомнение должно быть великим прогрессом. Спасибо. 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 Спасибо.